Ирина и Геннадий Ирина и Геннадий встретились случайно, словно между ними искра пробежала. Это была любовь с первого взгляда. Вскоре молодые люди поженились, а через год ждали пополнения. Родилась долгожданная дочь Оленька. Тихая послушная девочка для родителей. Оля была заводилой в компании своих друзей. Мальчишки ценили ее и доверяли ей. А она проводила все свое свободное время с ними и ни о чем не думала. Жизнь на Баковке шла своим чередом. Родилась я в городе Денцово. И выросла тут же. В семье... Ну, мама у меня начинающая была бухгалтер. Папа рабочий на заводе. Вот. Родилась и выросла здесь. У меня есть еще младшая сестра, с которой разница в 7 лет. Я никогда не знала, что такое деревня. Поэтому для меня было... Когда куда-то уезжали там к друзьям в деревню, все говорили, вот это деревня. Я говорю, да, бросьте вы. Глюбаковка, вот она деревня. Градская, да. Я там родилась и выросла. Все мое детство прошло там, в родном доме дедушки и бабушки. Конечно, лето, да, особо запоминающие моменты. Лето, велосипед, яблоки, друзья. Всегда дружила с мальчишками. Потому что девочек особо не было, а друзья в округе. Жили только мальчики. Почему-то такое яркое впечатление набрать в пакет яблок много-много-много. И вот мы ездили по баковке на велосипедах. У нас разница большая. И уже это было осознанно, да, рождение сестренки. Я помню, когда мы забрали ее из роддома, приехали с мамой, с папой, я очень долго сидела возле коляски и ждала. Думаю, ну когда же она проснется, когда же она откроет глазки ее. И маме помогало. Знаете, достаточно вот эти вот моменты, когда все же было сложно. Там где-то надо было в очереди стоять за покупками. С коляской стояла исправно. Около магазина, пока мама в очереди за продуктами была. Маленькая девочка Оля мечтала о семье. О семье, о детях. До, скажем так, до вот прихода моего, да, вот в детский сад, я не понимала, что я хотела, ну, чем я хотела заниматься. Ну, на тот момент я и не знала. Я получила образование и занималась воспитанием сына. Вот, скажем так, в детский сад я пришла чисто случайно, можно так сказать, и поняла, что вот это мое, действительно. Наша героиня не мечтала о профессии педагога или врача. Она училась в физико-математическом классе после окончания школы. Вместе с одноклассниками успешно сдала вступительные экзамены в МАТИ и стала осваивать профессию инженера-технолога. Но работать по специальности Ольге не удастся. Для нее семья всегда была на первом месте. И когда Оля встретила своего будущего мужа, она как-то сразу решила, что должна посвятить себя ему, ребенку, и даже мысли не допускала о том, что выйдет на работу. Однако у судьбы на это были свои планы. После школы у нас был физико-математический класс. И мы, можно сказать, больше половины поступили в МАТИ РГТУ имени Циолковского. Я по первому образованию инженер-технолог. Получила образование и, ну как вам сказать, уже будучи в институте, я родила сына. И то есть, соответственно, я, сидя в декрете, я не думала ни о какой работе. Вот там пеленки, распашонки, первые шаги, слова. С мужем, ну можно сказать, что мы жили на одной улице, да, есть такой замечательный в городе Одинцово. Раньше был поселок Баковка, но сейчас просто уже соединили с Одинцовым. И мы жили, можно сказать, на одной улице, только в разных домах. Мы знали друг друга с самого детства. А спустя много лет, чисто случайно, прогуливаясь по дороге, ну, привет, привет, как дела, как дела. Хотя мы долгое время, уже на тот момент он уехал, да, я уже здесь в Одинцово жила, приезжала вот только в свои родные стены, только на выходные. Слово за слово, первая встреча. И через год как свадьба. Свадьба. У меня сын Данила, да. Ну, я думала, что будет девочка, если честно, потому что я ела пирожные. Думаю, ну, если я ем пирожные, значит, у меня будет точно девочка. Не знаю, почему-то внутренне, до последнего врачу говорила, не говорите, кто будет, до последнего. Родился мальчик, замечательный мальчик Данила. Ольга занималась воспитанием любимого сына. Муж во всем помогал и поддерживал ее. Она даже не задумывалась о карьере. Одна встреча навсегда изменила ее жизнь. Она нашла дело всей своей жизни, хотя и поняла это не сразу. Гуляя с колясками, я вообще не собиралась ребенка отдавать в детский сад. Ну, ходила на какие-то дополнительные занятия, и большее время мы проводили, скажем так, вот дома на даче. Вот. И занятия, все, больше ничего. А потом, гуляя с коляской, соответственно, познакомилась девочка, подружились. Она мне очень много рассказала про замечательный детский сад 82-й. У меня, говорит, так, туда хорошо ходит дочка. Ты знаешь, какие там замечательные воспитатели. И, ну, можно сказать, она меня к этому подвела. Говорит, Оль, ты знаешь, говорит, попробуй, может быть, это твое. Ну, собственно говоря, я пришла в детский сад из-за ребенка. Пришла, сказала, вот, хотелось бы устроиться на работу, возьмите меня младшим воспитателем. Ну, соответственно, заведующая меня спросила, какое у вас образование, я говорю, высшее. Она говорит, ну, вы что, возьму вас воспитателем. Пока собирала документы, переживала и волновалась. Думаю, может быть, это не мое, может быть, это не стоит этого делать. Да. Ну, вот, в конце концов, страшно было. Руки и ноги тряслись, ничего не знала. Но пришла в детский сад и безумно счастлива. Я пришла, я очень переживала, потому что я не знала детей, соответственно. Напарница моя ушла в учебный отпуск. Я осталась, да, одна, получилось так. И благодаря, ну, начальство помогало, объясняло, да. Волновалась. На прогулке я каждую минуту пересчитывала детей. Дети были, это уже была подготовительная старшая группа, соответственно. Уже мальчишки, они же какие, озорные все. Они поняли, что я где-то переживаю, волнуюсь, нервничаю. Кто-то от меня где-то спрячется в спальне под кроватью. А я их постоянно пересчитываю. На прогулке так это вообще был ужас. Я вот каждую минуту их пересчитывала и боялась, что, ну, вот, самое главное, чтобы никто не убежал никуда, не спрятался нигде. Ну, вы знаете, привыкла, привыкла. И со временем, вот сейчас уже понимаю, да, стоит воспитателю взглядом окинуть всех детей, и он видит, что все детки его, все на месте. Воспитатель уже видит, ну, вот, какой-то вот, вот этот, вот, я не знаю, как мирок, что ли, свой. Все детки, все его, ну, как, мы же как мама, правильно, все детки рядом. В тот момент у меня был период, когда я ушла из детского сада. Был сложный период, скажем так, я ушла на другую работу. И вот там я поняла, что дети мое, воспитание детей это мое, и я хочу, я хочу вкладывать в них душу, я хочу творить, да, я хочу их растить. Потому что на, когда поменяла место работы, когда, знаете, на работу идешь с удовольствием, ты просыпаешься и летишь туда, скажем так. А я, когда приходила на работу, вот, сменив, да, я в понедельник приходила и ждала пятницы. Ну, вот, действительно. И в конце концов все закончилось тем, что я заболела. И вот после болезни я пришла в детский сад к заведующей, говорю, Оксана Григорьевна, возьмете меня обратно? Хочу к вам. Она говорит, конечно. И я вернулась обратно в детский сад к детям. Молодой воспитатель с первых дней работы проявил себя как ответственный, трудолюбивый, целеустремленный сотрудник. Шли годы, Ольга Воробьева решила получить второе образование, уже педагогическое. И вскоре ей предложили возглавить новый детский сад. Ну, наверное, это судьба, может, не знаю. Моя заведующая, Оксана Григорьевна, она меня, мне предложила. Она мне предложила в августе, наверное, 13-го года. Оль, не в августе, но летом. Не хотела бы ты. Ну, я, если честно, я стремилась, я росла, потому что я получила второе образование педагогическое. И я уже готова была, знаете, уже к следующей ступени. Я говорю, ну да. И приехав в управление образования, мне предложили курировать детский сад на Трехгорке. И с августа месяца я курировала там строительство детского сада. А чисто случайно, наверное, в феврале или в январе, нежданно-негаданно, можно так сказать, меня перевели на Верхнепролетарскую. Сначала увидела по фотографиям. По фотографиям, когда вот был губернатор, открытия, все приезжали. Ну, я была шокирована. Я была шокирована, вот, да, он светлый, красивый, просторный детский сад. То есть, там много новых для детей игрушек, спортивный зал, музыкальный зал, бассейн. Я была шокирована. Первый раз, даже обойдя этот детский сад, я не поняла. Думаю, вот, если мне сюда завезти, я оттуда не выйду никогда. Ну, это замечательное место, я его люблю. Такое ощущение, что вот я там уже много-много времени. Может быть, потому что много времени провожу. Коллектив, кто-то из педагогов был изначально уже, да, потому что там был куратор в этом детском саду. И у нее уже были какие-то педагоги, кто хотел прийти в детский сад. А остальные педагоги, ну, вот, кто перешел из других мест работы. Кто где-то, кто-то кому-то сказал, где-то что-то, вот, там, родители кто-то сказал. Кто-то с детками пришел. Я счастлива. Ну, вот, наверное, я благодарна вот своей этой подруге, в первую очередь, которая меня сподвигла к этому. Ну, и, наверное, своей заведующей, которая меня во второй раз взяла обратно на работу. История нашей героини еще раз подтверждает, что случайности не случайны. Одна встреча, один разговор помогли Ольге совершенно по-иному взглянуть на свою жизнь, работу, семью. Многое переосмыслить и найти себя в профессиональном плане. Найти свою нишу для реализации своих способностей. У нее чуткое любящее сердце, именно поэтому Ольгу так обожают дети. И в детском саду царит атмосфера уюта и тепла. Она собрала вокруг себя настоящих профессионалов, людей, преданных делу. Наша героиня действительно счастливая женщина. У нее прекрасная семья, любящий муж, замечательный сын, родители. Впереди большие планы. И, глядя на нее, понимаешь, Ольге по плечу многое. Ну, я считаю, что у меня большая семья, да. У меня две мамы, два папы, соответственно. Есть сестра, у которой есть замечательная дочка. Хулиганка такая, ну, вот, замечательная. У меня есть крестники. Я, конечно, ну, я считаю, что у меня много детей, да, вот, моих. Ну, да, хотелось бы, наверное, еще дочку. Дочку, маленькую кнопочку. Очень, очень уж я люблю косы плести. Вот на мальчике как-то не получилось, но вот в детском саду воспитывают девочек. Все девочки всегда были заплетены. Это вот праздники, не праздники, после сна, наверное, девочку. Счастье, это мое, конечно, это, в первую очередь, мой сын и моя семья. Вот, я счастлива, что у меня есть такой замечательный ребенок. Я счастлива того, что у меня есть родители. Самое главное, чтобы все были здоровы. Вот, я счастлива, когда, ну, когда мы все рядом, когда мы все вместе, когда все хорошо, когда вот нету, всякое бывает в жизни, когда нету никаких вот черных там, каких-то туч на голубом небе. Ну, сегодня я мечтаю о том, чтобы, наверное, если меня возложили, да, такую должность, очень хочется мне все воплотить, вот сейчас все в работе, и хочется этот детский сад сделать, ну, одним из лучших в городе Одинцово. Вот, на сегодняшний день это мечта у меня. Субтитры сделал DimaTorzok